После получасовой лекции о том, какие все россияне действительно богатые и насколько богаче они станут уже совсем скоро, нужно только немного потерпеть и чуть-чуть затянуть пояса, резиновые органы переходят к обсуждению проблем. Проблем, которые все-таки, как выясняется, существуют в России. И я ставлю на то, что вы не догадаетесь ни за что, какая главная проблема у россиян, по мнению этих двух. Русские, наверное, самая большая разъединенная нация в мире. В Запорожской области мы обнаружили, что они такие же русские, как и мы. Для них это было такое ощущение, что это прозвучало каким-то откровением. И, ну, в общем, действительно так. Мы сейчас прирастаем и новыми регионами, и вот Одесса, русский город, и вот, наверное, большая надежда и здесь, наверное, на этом направлении тоже есть. Под надеждой он предполагает сперва превращение местного населения в русских путем пропаганды и насаждения имперской культуры. А потом временно оккупированные территории обязаны помочь с Россией с деторождаемостью. Именно это они обсуждали непосредственно перед Киселевской репликой. То есть украинские женщины должны родить им еще русских. Ну, конечно, это же плотность населения там в этих регионах была всегда достаточно высокой. Ну, климат замечательный. Это нацизм высшего порядка. Даже Гитлер позаведовал бы таким нацистам, как Путин и Киселев. Киселев.